Так, добрый день. Давайте так, к порядку ведения. Значит, мы сегодня с вами будем в слайд-шоу сидеть очень мало. Я вот буквально покажу вам тему и основные вопросы, которые мы будем разбирать. Ну, в принципе, все эти вопросы были в анонсе. В основном мы с вами будем находиться в программе. Сейчас я на нее переключусь. Вот. И я буду вам там показывать различные приемы, как и обещал, от простого к сложному. Значит, приемы, связанные с отражениями производственных операций. Значит, если будут появляться вопросы по ходу, значит, пожалуйста, пишите в чат. Я буду периодически его смотреть. То, что можно там показать по ходу, я покажу. Ну, и в конце, там, для каких-то более масштабных вопросов я оставлю время. И мы тоже с вами этим немножечко займемся. Так, ну, что. Значит, в принципе, да, тема у нас сегодня производство водяна с ИРП-2.5 от простого к сложному. И, по идее, мы с вами должны заниматься в первую очередь вот этим блоком прикладного решения производства и ремонта. Но для него мы доберемся не сразу. Дело в том, что, как я и рассказывал на предыдущих своих вебинарах, ИРП – это часть достаточно большой линейки, вот, которая идет от простого к сложному. Первый компонент этой линейки, первая конфигурация – это УТ, управление торговлей. Дальше у нас идет более сложная конфигурация, но которая включает в себя практически всю УТ. Это КА, комплексная автоматизация. И дальше уже идет ИРП. Ну, и, значит, после ИРП, наверное, можно говорить там с некоторыми замечаниями, что это тоже там входит в общую линейку. ИРП УХ. То есть, как бы это еще круче. Вот. Значит, но ИРП УХ, она, скажем так, не вполне соответствует понятию линейки, потому что, если мы можем говорить, что КА полностью вошла в ИРП, АУТ полностью вошла в КА, ну, об ИРПУСе не скажешь, что туда действительно полностью вошла ИРП, там есть определенные корректировки и изменения. Но начнем мы, как это не покажется странным, с УТ. Да, управление торговлей – это конфигурация, которая, в общем-то, для производства не предназначена. Вот. Но как у нас водится, если очень надо, там с помощью рашпеля и, значит, вербальной стимуляции, можно, значит, ее доделать для нужд производственного учета. Причем здесь я не имею в виду доработки, я имею в виду настройки. Значит, я не буду прыгать между конфигурациями. Я сейчас перейду в демо-версию ИРП, но я буду, вот, при демонстрации первого подхода, я буду использовать только те функции, которые есть и в УТ. Когда мне там понадобятся функции КА, я вам об этом скажу. Ну, и с ИРП тоже самое. Так, давайте включаем трансляцию. Так, вот она у нас. Так. Картинка есть? Есть. Значит, что мы можем использовать для производства в управлении торговлей? На самом деле, в управлении торговлей есть вот такой вот псевдопроизводственный функционал, который называется сборка-разборка. Значит, напоминаю вам, что мы можем для любой номенклатуры, ну, вот здесь у меня для примера создана уже, значит, древесина-стол деревянный. Ну, с некоторым оговоркой мы можем считать, что мы из древесины собираем деревянный стол. То есть, я могу сделать что? Я могу в номенклатуре задать такой вот псевдоресурсную спецификацию, которая называется вариант комплектации. И я, значит, назову ее тоже, скажем, стол деревянный. Вот. Количество одна штука, там, ну, предположим, за один день он собирается. Вот. Да. И у нас, значит, используется при сборке этого стола древесина. Ну, давайте, там, 0,2 куба мы древесины используем. Вот, в общем-то, все. Значит, мы берем, мы создали вариант комплектации. И теперь, еще раз подчеркиваю все, что я показываю сейчас, это функционал управления торговлей. В разделе «Склад и доставка» мы можем с вами взять и создать документ, который называется «Сборка-разборка товаров». Сборка из комплектующих. Собираем, мы, предположим, 10 столов деревянных. Вот. И укажем в качестве склада основной склад. Кстати, сразу предупреждение для тех, кто знаком с ERP, нежелательно использовать сборку-разборку на тех складах, которые являются складовыми. Значит, там, ну, система может отреагировать не вполне корректно. Заполнить комплектующими, ну, вы видите, что мы с вами, так, что-то она количество не хочет заполнять. Так, номенклатура, комплектация. Это 0,2. Все вроде верно. А, ну, вот тут вот 2 она прописала, а тут немножечко отображается некорректно. Все, вот 2 куба. Да, то есть теперь мне достаточно провести собрано-разобрано, и у меня появится на, спишется со склада дровесина, появится на складе стол деревянный. Могу это попробовать провести, но провести мне она не даст, по одной простой причине. У меня дровесина пока на складе нет. Вот. Но принцип работы, я думаю, вы поняли. Вот, в общем-то, такая псевдопроизводственная операция. Естественно, когда, так, ну, как звук включить, не знаю. Это что-то у вас с наушниками. Так, есть у кого-то еще проблемы со звуком? Вам меня слышно? Да, слышно. Ну, вот. Вот. Значит, вот такой подход. В принципе, вот такая производственная операция. Я не буду вам показывать, как в этом случае формируется себестоимость. Ну, понятно, что программа по своим правилам возьмет себестоимость дровесины и из этой себестоимости сформирует себестоимость стола. Все очень просто. Чем плох такой подход? Не говоря о том, что он как бы, ну, немного корявый. Вот. Но, говоря о корявости подхода, не надо забывать, что ERP и UT, они стоят-то несравнимо, да? Значит, и не всегда, иногда цена останавливает вот покупки ERP. Вот. Значит, чем принципиально плох такой подход, не говоря о корявости? Тем, что здесь у нас только прямые материальные расходы. Ничего, кроме них, вы здесь не видите. Можно ли как-то по статейной расходу использовать, там, заработную плату отразить, амортизацию, электроэнергию? Опять-таки, я напоминаю, что, вообще говоря, для там расчета зарплаты, вот это тоже она как бы не очень подходит. Но отразить этот расход в себестоимости мы можем. Каким образом? На самом деле, все очень просто. Это стандартный механизм, который существует в управлении торговли, равно как и в КА и в ERP. Вы создаете статью расходов, финансовые результаты контроллинга, вот это тоже есть. Такие расходов, вот и они есть. Мы создаем статью расходов. Единственное, что вот здесь, когда мы будем выбирать тип расходов, ну, в УТ не будет производственных, то будут расходы на складское хранение и обработку. И вот здесь мы можем указать, что расходы на складское хранение и обработку мы относим на себестоимость товаров и относим по аналитике сборка-разборка товаров. Ну, собственно говоря, это тот документ, который мы и планировали, ну, попытались сейчас использовать для производства. Таким образом, задачка у нас, по сути дела, решена. Мы можем и прямые материальные расходы отразить, мы можем постатейные расходы отразить. В чем недостаток такого подхода с управленческой точки зрения? Опять-таки, помимо корявости. Дело в том, что программа УТ, она не очень красиво и не очень корректно отражает структуру себестоимости. То есть мы можем, конечно, посмотреть отчет себестоимость товаров. Да, там общие суммы, они, по идее, проявятся. Но еще раз повторю, этот отчет не очень удобен, и он используется немного для другого. Такого красивого отчета, как себестоимость готовой продукции, которая есть в ERP, вот этого отчета, увы, не будет. Но, тем не менее, основные моменты мы соблюли. То есть я вам показал, как осуществить выпуск, я вам показал, как отразить постатейные расходы на выпуск. Конечно, я вам показал только, настройте статьи, но показать все документы, с помощью которых можно зафиксировать расходы в системе УТ, КАЭРП, я вам сейчас просто не могу. Это, по сути дела, тема для отдельного вебинара, причем не для одного вебинара. Но я вас переадресовываю на наш сайт. Там есть серия моих статей, в которые разбираются все способы, с помощью которых можно отразить расходы. И, естественно, во всех этих способах можно использовать данную статью. Вот это первый наш пункт. Пойдем дальше. Значит, предположим, все-таки мы решили использовать комплексную автоматизацию. В комплексной автоматизации у нас будет производство. То есть у нас будет вот этот вот раздел производства, мы его будем запускать. Но, как я и писал в анонсе, запуск под системы производства – это довольно сложная вещь. Там очень много настроек, настройки сложные, люди у них путаются, не понимают, что за что цепляется. А с учетом того, что система ставится не просто так, в ней надо работать. То есть персонал путается, персоналу не нравится, ну и, естественно, проект зависает. Но мы можем себе облегчить ситуацию. Значит, облегчить ситуацию можно каким образом? Ну, прежде всего, вы не обязаны отражать выпуск прямо сразу, в полном объеме. Более того, особенно с учетом того, что там производственное подразделение и там офис, учетное подразделение, они могут быть разнесены. Вот. Мы можем выпуск отразить очень и очень упрощенно. Самый простой способ, с помощью которого мы можем отразить выпуск – это перемещение. Да-да, перемещение. Точнее говоря, передача продукции из кладовой. Что мешает созданию для персонала однозначной последовательности операции для управления процессом, чтобы не ошибались. Да, как ваше имя, это ко мне вопрос вообще. Значит, мешает, но это немножечко не то слово. Значит, понимаете, периодически встречаются ситуации, когда, во-первых, само понятие вот такого процесса и однозначного бизнес-процесса на предприятии-то не существует. Вот, то есть уровень управления технологий, он может быть очень и очень разным. Вот. Это первое. Второе. Значит, в принципе, вот этот вот вариант работы полномасштабной, который есть в ERP, он, в общем-то, предполагает активное участие людей на производстве в процессе учета. Такое тоже бывает не всегда. И нередкая ситуация, когда производственники, они с программой не особо дружат, воспринимают ее как обременение. Ну, надо вам учитывать, ну, учитывайте, как хотите. Вот. И из этой ситуации тоже как-то надо выходить. Все-таки производство, оно существует не для того, чтобы обслуживать нужды учета. Ну, как бы без учета тоже, конечно, нельзя. Но, тем не менее, основное занятие производства – это производить. Вот. И, значит, долбить в головы, что что-то действительно нужно, и этим стоит заниматься – это не всегда такая простая задача. Поэтому и система КА, и система ERP, они позволяют, ну, несколько облегчить эту ситуацию. И, как я уже сказал, самый простой способ это сделать – это перемещение, точнее говоря, передача продукции из производства. То есть, что мы на самом деле делаем. Мы идем в производство. У нас здесь есть документы производства все. Значит, полностью функционал КА. И здесь мы можем создать документ, который называется передача продукции из кладовой. Я сейчас выберу кладовую цеха 100 и выберу основной склад. Добавлю стол деревянный. Ну, предположим, я произвел его 10 штук. И пробую провести. Так. Ну, вот здесь есть, к сожалению, одна проблема, которая почему-то у меня стала проявляться именно в этой версии. Давайте я вот сейчас проверял это. Снимем пометку. Сейчас я поясню, что я делал. На самом деле, вот отличие версии, раньше это работало без каких-либо задержек в 1С, ERP, 1С, КА. Вот сейчас появились определенные сложности. Да, совершенно верно. Раньше этого требования особо не требовалось. Сейчас привели к общему знаменателю. Значит, давайте посмотрим. Посмотрим отчет. Отчеты по складу. Я сюда включу... Так, стоп. Я сюда включу основной склад. Это обычный склад. И вкручу кладовая цеха 100. И давайте мы с вами посмотрим, что получилось. Ну, вы видите, что у меня появился вообще полноценный стол деревянный на основном складе, в котором я могу что-то делать, я могу его продавать. А в кладовой цеха 100 у меня появился стол деревянный в количестве минус 2. То есть у меня вот появился такой должок. И, естественно, при закрытии периода у меня возникнут проблемы. И вот этот вот остаточек отрицательный я должен до конца периода закрыть. Но в течение этого периода мы можем совершенно нормально работать, не озабачиваясь вот этим вот полноценным производственным учетом. То есть это будет функционировать, с этим все нормально. Значит, что у нас дальше? Дальше, для того, чтобы упростить вот этот вот процесс закрытия отрицательных остатков, у нас предусмотрено в производстве особое рабочее место оформления производства без заказа. То есть тут мы можем, ну, например, в конце месяца посмотреть, там или в конце недели посмотреть, что именно производство передало коммерсантам и оформить по производству вот этот вот выпуск. Значит, практически это все автоматически делается. Оформляется основной документ, он достаточно простой документ, который называется производство без заказа. Вот. И при оформлении этого документа мы, в принципе, можем сделать что? Мы можем указать, затраты не указываются, и тогда нам, в общем-то, достаточно будет просто провести и закрыть этот документ. Все. Значит, обратите внимание, я сейчас перейду на вот этот вот отчет. Значит, но вот что интересно, мы продали уже стул, да, ну, отдали стол, отдали коммерсантам. Мы его произвели, но у нас пока о самой древесине вообще речи не идет. Вот у нас ее в учете даже нету. Значит, ее мы даже как бы не покупали, хотя это, конечно, неправильно, но, тем не менее, вы видите, что пока склады у нас абсолютно пустые. Вот. То есть, пока мы о расходах даже с вами и не начинали говорить, но, тем не менее, производство, оно уже у нас как бы идет. Что нам надо сделать дальше? Ну, вообще, дальше мы можем пойти двумя путями. Мы можем дальше с вами либо задать какие-то нормативы, ну, это уже у нас идет какое-то усложнение, да, либо мы можем задать какие-то нормативы, либо, либо мы с вами можем использовать еще одну возможность, которая тоже как бы упрощает вам жизнь. Что это за возможность? Вот мы выпускаем постоянно столы. Мы выпускаем столы и в итоге, там, в конце месяца мы приходим в производственное подразделение с инвентаризацией, считаем, сколько у нас там осталось в этом самом подразделении. И, соответственно, недостачу по инвентаризации списываем на производство, которое было в этом подразделении. То есть, как бы, ну, котловой метод, по сути дела, такой идет. Вот. Сразу хочу оговориться, что, конечно, вот такой вот вариант, он больше подходит для тех случаев, когда у нас выпускается относительно небольшой перечень продукции, а лучше всего, а лучше всего вообще одна продукция выпускается. Вот. Тогда можно с чистой совестью этот способ применять. Каким образом это делается? Ну, давайте, чтобы соблюсти какую-то справедливость, я сейчас на этот склад куплю древесину. Ну, самым простым способом выберу первого попавшегося поставщика. Ну, организация у нас, естественно, будет Орион. Соглашение нам не нужно. Главное указать склад. Чтобы не терять времени, я склад ухожу прямо кладовая. Ну, на самом деле, это не совсем правильно, потому что кладовая – это, в общем-то, уже не завершенное производство. Как-то сразу туда закупать – это не совсем логично. Ну, не будем дираться. Так. Закупим 100 кубов по цене. Так, что-то у меня тут. Вот. Цене. Ну, давайте там 200 рублей за куп. Так. Что такое? Добавить. Так. Теревесина. 100. 100 кубов. Кошмар какой-то. И проводим. Так. Так. У нас здесь еще куда-то они ушли. Так. Ну, вот вроде бы приобретение мы сделали. Посмотрим по ведомости. Да, у нас лежит древесина на складе. Вот. Каким образом мы можем ее списать, помимо того, чтобы указать, собственно, в производстве без заказа. Значит, для того, чтобы сделать так, как я вам сейчас рассказал, у нас существует рабочее место распределения материалов и работ. В этом рабочем месте мы, естественно, должны указать организацию подразделения. Давайте тоже укажем. Вот. И здесь мы с вами можем, значит, зная входящий остаток, то, что должно быть, мы можем посмотреть, сколько реально на складе у нас осталось, например, 98. И мы видим, что программа предлагает нам два куба куда-то распределить. Ну, естественно, здесь не одна строка может быть, их может быть несколько. И мы принимаем решение, например, распределить на конкретную партию производства или на все партии. Сейчас я обновлю. Вот у меня есть мое производство без заказа. Вот. Ну, и здесь я указываю, сколько у меня распределяется на каждую партию. Естественно, надо указать статью калькуляции. У нас уже полноценное производство идет. Вот. Но помимо вот такого прямого распределения по результатам инвентаризации, мы можем распределить это количество и по правилам. Ну, можно использовать какие-то уже существующие, например, по количеству продукции. В этом случае совершенно не важно, сколько там у нас будет партий. Вот. Просто пропорционально все распределится. Естественно, можно создать и какие-то свои правила. Вот. Ну, вот в принципе, такой упрощенный подход, он может иметь место, если вы работаете в комплексной автоматизации. Более того, никто вам не запрещает даже при использовании этого подхода, как я уже сказал, использовать плановую калькуляцию, в которой вы заранее задаете какие-то нормативы. Так. Вопросы, вопросы. Что здесь мы делаем? Ну, я думаю, что с ресурсными спецификациями вы сталкивались. В принципе, документ достаточно логичный. Создаем спецификацию типа изготовления, сборка. У нас был вебинар, где я разбирал другие спецификации, другие типы производства, ремонт. Так. Называться она будет стол деревянный. Ну и здесь мы просто добавим материал в древесину. Как он? Нужно два. Способ получения обеспечивать. Производственный процесс одноэтапный. Так. Создаем этап производства. Номинование 1. Подразделение Цех 100. Ну и, в общем-то, наверное, это все. Можем устанавливать статус действует. Так. Статью калькуляции не указал. Материалы основные. Так. Устанавливаю статус действует. Вот. В принципе, я сделал в самом примитивном варианте все, что нужно. Хотя, еще раз повторюсь, что ресурсная спецификация это довольно интересный и сложный документ. Вот. И, в общем-то, работа с ресурсной спецификацией это тема, которая достойна отдельного вебинара. Возможно, даже не одного. Но я думаю, что такой вебинар мы проведем уже, когда выйдет следующая версия, в которой планировалось вообще интерфейс ресурсной спецификации и взаимодействие ресурсной спецификации и маршрутных карт очень сильно поменять. Вот. Но пока еще этой конфигурации нету. Поэтому ждем. Значит, что нам даст ресурсная спецификация? Ну, вот, если мы с вами вернемся в документы производства, вот наше производство без заказа, которое я уже создал. Мы могли бы здесь указать не затраты, не указываются, ну, в тот момент, когда создаем, мы могли бы указать что-то другое. То, что здесь у нас аж пять пунктов еще есть, в принципе, они отличаются чем друг от друга. Вот, смотрите, если я сейчас выберу по продукции, да, значит, все затраты, которые здесь будут перечислены, они будут отнесены на конкретную номенклатурную позицию, ну, если их здесь несколько. Значит, ну, вот это вот логика деления и определяет этот выбор. Если мы выберем по документу, то нас просто никто ни о чем не будет спрашивать, будет распределение по документу в целом. Ну, и здесь мы уже можем использовать ресурсную спецификацию для заполнения сведений по материалам и работам. Так, продукция, давайте спецификацию укажу сначала. Так, и материалы работы дополнены по спецификации. Ну, вот, пожалуйста, 0,4. Значит, склад у меня не проставился, но для того, чтобы проставлялся склад, требуется настройка схемы обеспечения. Вот, у меня они сейчас не настроены, поэтому здесь мы только ручками можем делать. Вот, вот, в принципе, все. При таком подходе у нас, естественно, и прямые материальные затраты тоже будут расписаны на указанное производство. мы с вами проговорили моменты, связанные с УТ и комплексной автоматизацией. Как вы видите, в комплексной автоматизации мы работаем уже с вполне функциональными документами производства. Мы используем те термины, которые именно для производства присущи. Вот, то есть, как бы у нас уже производственная система работает, но что плохо в комплексной автоматизации? Комплексная автоматизация позволяет нам только и исключительно фиксировать сам факт производства. там есть определенные нюансы, которые упрощают вам жизнь, которые позволяют автоматизировать заполнение документов производства, но это все равно в любом случае постфакту. Произошло производство, мы отразили его выпуск, не более того. комплексная автоматизация, она никак не позволяет заниматься планированием производства. Вот это основной ее недостаток с точки зрения производства, естественно. В комплексной автоматизации нету понятия заказа на производство и не существует перспективного планирования. Если вам это нужно, значит, вам требуется уже 1С и РП. Значит, что мы можем сделать в 1С и РП? В принципе, у нас сейчас уже практически все настройки есть для того, чтобы создать самый простой пример в 1С и РП. Единственное, что я сейчас делаю, давайте я перейду сюда, я немножечко поменяю ресурсную спецификацию. Поменяю каким образом? Производство у нас будет идти не в цехе 100, а в цехе 99. Почему? Потому что для цеха 99 я установил производство продукции по заказам. 100 только без заказа. Все, значит, больше я ничего менять не буду. Установлю статус действует и давайте пройдем с вами по стандартным этапам, с помощью которых оформляется производство. Нам потребуется еще один документ. У нас усложняется процесс. Нам потребуется хорошо. Значит, смотрите, у нас появляется еще один документ, который называется заказ на производство. Конечно, это лишнее обременение, но оно делается не просто так. Заказ на производство позволяет нам завязаться на подсистему планирования. Заказ на производство позволяет нам завязаться на подсистему управления запасами. То есть, мы можем создавать заказ на производство по имеющимся потребностям. То есть, ну, конечно, лишний деморрой, но зато появляется определенная дополнительная степень автоматизации. Я сейчас создам новый заказ. Появляется, значит, использую в качестве диспетчера тоже подразделение. Оно у меня, цель 99, сам себе диспетчер. Так, добавляем стол деревянный. Спецификация проставилась. Количество, ну, давайте 10 штук поставлю. Вот. Ну, получатель это куда выпустить? Ну, предположим, на основной склад. Пускаем его в работу. Вот. И следующее действие, тоже дополнительное, которое у нас есть, это управление очередью заказов. Ну, значит, понятно, что это тоже какая-то дополнительная работа, но она дает возможность приоритизации заказов на производство и отслеживания проблем, которые по заказам есть. формируют этапы. Вот. И теперь, когда этапы сформированы, мы с вами приходим к практически тому же самому документу, который у нас разбирался несколько минут назад. Этап производства это документ, который по своей функциональности очень близок к документу производства без заказа. Значит, тут тоже есть определенные данные по тому, что мы должны использовать. Вот. Значит, опять-таки напоминаю, что не настроены способы обеспечения, поэтому склад не проставляется. Ну, выпуск понятно куда. Он взялся из заказа. Вот. И работая вот с этим документом, мы, собственно говоря, и осуществляем выпуск продукции, переходя по статусу. Ну, в принципе, я думаю, я уже могу к выполнению поставить. Вот. И обращаю ваше внимание, что здесь у нас появляется еще одна очень важная возможность, которая называется планирование. Вот. Видите? Требует планирование. Хочу сразу же вам сказать. Планирование штука полезная, но не обязательно. Даже если вы план в РП поставите, никто не заставит вас следовать этому плану. То есть чтобы в плане не было нарисовано, вы можете сделать так, как пошло по факту, даже не ориентируясь на вот эти вот сроки. Они носят вспомогательный характер. так, значит, давайте попробуем спланировать. Скорее всего у нас вылезет ошибка. Ну, давайте. нет, нормально спланировалось. По графику 12-го числа сохраним график. И обращаю ваше внимание, что даже мы можем посмотреть, по какой логике программа задала нам именно это число. диагностика графика. Доступность подразделения не важна. Потребность в материалах, ну, она фактически удовлетворена. Поэтому мы можем за один день все выпустить и 12-го числа мы все получим. Какие ограничители здесь использует программа? Собственно говоря, вот здесь и начинается самое сложное. вы наверняка если знакомились с какой-то документацией по программе, вы наверняка слышали, что она позволяет реализовать логику MRP1 и логику MRP2. На самом деле в какой-то степени это регулируется вот этими вот настройками, то есть что установлено там без планирования графика по материальным ресурсам, по материальным и производственным ресурсам. Ну, у нас стоит по материальным и производственным ресурсам, но на самом деле мы с вами производственные ресурсы вот в той модели, которую я сейчас строил, мы никак не используем. Почему? Потому что в ресурсной спецификации, когда мы определяли стол деревянный, мы с вами вот здесь вот в настройках производственного процесса мы установили длительность этапа ноль дней, то есть он делается сразу, вот и установили использовать виды рабочих центров, да, галочку не поставили. Значит, тем самым мы отключили с вами ограничения по производственным мощностям, вот, ну и как бы считаем, что все выполняется сразу. Для сравнения я вот сейчас вот подставлю, что стол у нас делается три дня, установлю статус действует, и попробую перепланировать графику. Полное перепланирование. Так, ну она еще не воспринял, да, изменение ресурсной спецификации, это не совсем такое логичное действие. Давайте сейчас еще раз попробую. пока не воспринимает. Значит, тут уже нужно удалять этап, тогда значит, это проявится. Соответственно, будет установлен срок производства равный трем дням. но даже вот в этой ситуации программа учтет время, которое необходимо на поставку. Значит, вот, наверное, здесь я ограничиваю демонстрацию тех настроек, которые тут работают, но парализация логики MRP1, вот этой полномасштабной, я думаю, что, ну, если это представляет интерес, по MRP1 и MRP2 провести два отдельных вебинара, в которые эти настройки будут обсуждены более полно. Значит, главное, что нужно для того, чтобы программа учитывала наличие материальных средств на складе. Мы должны с вами обязательно ориентироваться на заказ диспетчирование этапов. Мы должны с вами обязательно помнить, что у нас по отношению к этапам действует вот эта вот настройка к обеспечению. Вот, а эта настройка, она в свою очередь нас адресует на такую группу настроек и справочников, которые называются способы обеспечения потребностей. мы для каждого склада, для каждого материала можем задать, каким образом мы получаем этот материал. Это может быть покупка или перемещение с другого склада, или сборка-разборка, тут варианты разные. И вот здесь мы с вами задаем срок покупки или срок перемещения, или, или, или. И программа, прогнозируя доступность этого материала, будет ориентироваться именно вот на этот срок. Что касается логики MRP-2, значит, опять-таки подчеркну, чтобы детально ее рассмотреть, я думаю, требуется отдельный вебинар. Значит, для того, чтобы это можно было реализовать, настроек потребуется гораздо больше. Значит, нам придется в модуле производства обязательно задать рабочий центр. мы должны будем создать вид рабочего центра и для вида обязательно указать, так, давайте какое-то подразделение поставлю, так, и для вида обязательно указать, что это ограничение учитывается, что мы должны его, о нем помнить, когда будем формировать график и смотреть загрузку. Мы указываем либо количество этих рабочих центров, либо их прописываем явным образом, тут возможно и то, и другое, и еще один штрих, который тут потребуется, это задание доступности вида рабочих центров, то есть в этом случае для всех рабочих центров будет задано количество часов в течение каждого рабочего дня, которое может быть использовано для нужд производства. Ну и наконец, придется вносить серьезные изменения в ресурсную спецификацию, а именно мы для каждого этапа производственного процесса должны будем задать, какие рабочие центры здесь используются и сколько времени уходят на единицу продукции. В этом случае программа при расчете графика будет контролировать наличие рабочего времени у соответствующих рабочих центров и учитывать это ограничение при формировании графика. ну и чтобы завершить вот это рассмотрение всей этой последовательности я упомяну, что возможно еще разбиение этапа на операции, то есть когда контролируется каждое действие, каждый там поворот, который делает рабочий там буквально каждое движение руки, но это уже более сложный вариант и чаще всего он требует чтобы существовал какой-то автоматический способ регистрации вот каждой этой операции, то есть не создание документа внутри программы, а вот что-то типа сделал, сусканировал штрих-код, сделал, нажал кнопку и это все автоматически отражается, хотя степень детализации процесса в случае использования операции будет конечно максимальной. вот, ну наше время к сожалению подходит к концу, я не все рассказал из того, что хотел, но видимо это уже надо выводить в отдельные вебинары, но немного времени у нас еще есть, но здесь какие-то вопросы у вас возникли, пожалуйста озвучивайте. ну опять-таки по времени вряд ли я смогу все это рассказать, если вы имеете ввиду тянущие системы, то значит здесь нужно делать следующее, во-первых, когда вы в ресурсной спецификации, так давайте закрою, не сохраняем, когда вы в ресурсной спецификации задаете способ обеспечения, у вас должен стоять значит произвести, да, вы таким образом указываете программе, что это полуфабрикат и в этом случае программа вот изделия, которое у вас было изначально, оно разузлует до конечной до конечных материалов, то есть у вас действительно будет много переделов, много этапов. Для того, чтобы у вас проставлялись правильные кладовые, ну то есть, скажем, вы выпускаете что-то, какой-то полуфабрикат в кладовую 99, но потом он должен попасть в кладовую 100, вот. В этом случае вам придется работать вот с этой настройкой схемы обеспечения. Схема обеспечения, она позволяет указать для каждого подразделения, ну в разрезе подразделений и номенклатурных позиций, то есть с какого склада данное подразделение берет или соответственно отдает номенклатурную позицию. и в этапах проставляться все будет в соответствии с вот этими вот данными. Ну вот, если кратенько, то так, если полно, то, скажем так, наверное, имеет смысл, если есть такая нужда, могу сделать вебинар по работе с полуфабрикатами. В программе существует несколько способов, как это делается, вот можно вебинаре это показать. По идее, Анастасия, по идее, да, если нужен, Ирина, зафиксируйте, будьте любезны, да, тогда мне в план поставьте. Значит, чем грозит нить и корректировка ресурсной спецификации? Вы знаете, лучше, конечно, делать новую. Вот, тем более, что в 2.5 там по-другому устроен выбор спецификаций в производство, там уже не будет вот этой основной ресурсной спецификации, и она, в общем-то, берет последнюю по времени, поэтому проще скопировать и сделать новую версию. Там, скопируйте, напишите наименование, там, дату, и все. Программа это нормально вас примет. Значит, если будете вносить изменения, ну, по идее, нет, но у нас же возможна ситуация, когда постфактум вы начнете что-то исправлять в прошлом. И вот в этом случае, да, у вас все покатится, поэтому лучше все эти копии сделать. Безопаснее. по аналогам не знаю, честно говоря, не сталкивался с такой задачей, но аналоги у вас же могут не по ресурсной спецификации создаваться, а по подразделению, ну, собственно говоря, точно так же, если у вас разрешение на замену одно на ресурсную спецификацию, ну, скопируйте его и поставьте там новую. Вот, в принципе, это должно нормально работать. Там был глюк с разрешением на замену, но вроде в последней версии его убрали. какие еще вопросы? Ну, рад, если чем-то помог. Ну, все хорошо. Если вопросов больше нет, спасибо за внимание. Вот, прошу прощения, что вот так вот голопом по Европам, но это диктует наш формат такой вариант работы. Вот, приходите еще, пожелания присылайте. Ну, адекватно, они меняются слишком быстро. Я пытался, на самом деле, книгу написать, вот, она в таком полуготовом состоянии. Ну, не знаю, может, вернусь вот к этому процессу написания. Видеостатьи на сайте есть видео и статьи. Смотрите. На сайте Кодерлайн. Вопросами с удовольствием. Или какую помощь вы имеете ввиду. Ну, с удовольствием с вами пообщаюсь. Что мешает доделать это дело? Ну, вы знаете, у меня 4 проекта, которые я веду в разных сферах. вот, как бы мешает количество часов в сутках. Наверное, вот это. Ну, видимо, вот с выходом новой версии там очень серьезные изменения и по работе с потребностью и в производстве очень серьезные корректировки. вот, ну вот, видимо, дождусь этой версии и буду дописывать. Потому что там уже в написанном многое поменять придется. Ай, надо, надо, надо. Ну, интересно само собой. Хорошо. Да, прошу прощения, у меня начинается следующая встреча. Связаться напрямую. Да, давайте напишу. Если будут прямые вопросы, можете вот сюда писать. Так, все. Спасибо за внимание. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok